Я ждал, и вот в тени ночной врага почел, и бой протяжный, жаловный, как стон, раздался вдруг, и начал он сердито ловырить песок. Встал на ДВ, потом прилег, и первый бешеный скачок. Мне страшной смертью грозил, но я его предупредил. Удар мой в берембурный стук. Надежный стук мой, как топор, широкий лов его росел. Он застанал, он человек, и опрокинулся, но вновь, хотя лилая из раны кровь пустой широкую волною, бой закипел. Смертельный бой. Ко мне он кинулся на грудь, но в горло я успел лоткнуть, там два раза провернуть. Моя оружие он завела, рванулся из последних сил, и мы, сплетясь, как пара змея, принявшись крепче двух друзей, в альератом и на угле, бой продолжался на земле. Я был страшен в этот миг, как барс пустынный, золый, дик. Я плывнел и жал, как он, как будто сам я был рожден. В семействе барсов и волков, под свежим полком лесом. Казалось, что в груди моей родился тот ужасный крик, как будто с детства мой язык к ному звуку не привык. Но брак мой стал изнемогать, метаться, медленней дышать, сдавил меня в последний раз. Зрачки его недвижный глаз блеснули грозно, и потом закрылись тихо, вечным сном. И с торжествующим врагом он встретил смерть лицом к лицу, как в битве следует бойцу.